Я вас поздравляю, дорогие мои. Сегодня праздник, большой праздник. В народе он называет Троица или Пятидесятница. Итак, давайте будем служить Богу все. Что значит служить Богу? Читаем Откровение. Первая глава. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал. Послав он и через ангела своего рабу, своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа. И что он видел? Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написанное в нем. Ибо время близко. Кто изучает Писание, тот знает, что Откровение это последняя книга Библии. И что в этой книге апостол Иоанн описал те видения, то, что он видел и слышал от Бога, пророчества от Бога. Если мы вспомним, как Иисус обращался к апостолам своим, так он говорил, что от того, что он не умрёт, пока я не приду. Иисус говорил имбельно о ком? О своём апостоле, любимом ученике, как мне так сказано, Иоанне. Что значит быть любимым учеником? Конечно, Бог не лицеприятен. Бог любит всех одинаково и Он награждает всех одинаково. У Бога было двенадцать апостолов. Один из них предатель. Конечно, предал его нелюбимый ученик. Я и не могу объяснить, что значит любимый ученик. Но всё-таки Иисус это Сын Божий. И у него были какие-то моменты, которые его, может быть, вдохновляли, радовали. Поэтому какая-то эмоция у него положительная была, больше положительная эмоция была именно к Иоанну. Ну, видимо, в этом и выразилось всё, что он именно ему, этому апостолу, может быть, самый молодой был, дал важное слово в Библии, откровение. Что же такое любовь к Богу? Я хочу, чтобы люди в первую очередь делали то, что Бог от нас просит. Он просит верить. Богу нужна вера, так говорят. Богу нужна то, что может объяснить всё происходящее на земле. Именно верой мы можем объяснить. Потому что после веры и любовь появляется. То есть мы видим страдания, мы видим мучения, мы видим всякую несправедливость. Мы не понимаем, что происходит. Многие осуждают Бога. Многие недовольны несправедливостью. Многие недовольны тем, что есть какие-то страдания. Но давайте смотреть реально на жизнь. Ведь многие обращаются к Богу после страданий. Я слушаю свидетельства. Многие начинают вызывать Богу, когда у них проблемы. А кто виноват, что мы именно в страданиях обращаемся к Богу? Почему это происходит? Так в этом несправедливость? Что люди эгоисты? Люди неблагодарны? Да. Конечно, Богу нужна вера. Без веры написано, Богу угодить невозможно. Без веры Богу угодить невозможно. Ну вот, читай притчи, двадцать седьмая глава. Не хвали завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит тот день. Пусть хвалит тебя другой, а не уста твои, чужой, а не язык твой. Тяжел камень, весок и песок, но гнев глупца тяжелее их обоих. Согласитесь, прочитал всего лишь три стиха в Библии. Три. А сколько их? Огромное количество. А сколько глубин, сколько мудрости. За это мы можем уважать Бога. За эту истину, которую Он нам дал. Конечно, Бог не хочет, чтобы мы читали только Его Слово. Но в Слове много мудрости. И Он хочет, чтобы мы слушали тех, которые изучают Слово и знают Его. Конечно, Богу вольно, потому что Слово Его берут в уста люди недостойные. Люди, которые еще не изучили Библию, которые еще не общаются с Богом, но уже начинают проповедовать. Люди, которые не имеют сердца чистого, но уже начинают учить. Ну вот я такая. Я учу. Я пытаюсь что-то объяснить людям. Я не дерзновенная в личном общении. Я боюсь навязывать свои мысли. Но извините, я уже 25 лет в Господе. Мне есть чем похвалиться. Я призвала Бога не в страданиях, а в поисках истины. Я возлюбила Бога через Его Сына Иисуса Христа. Я была неверующей. Но я искала смысл жизни еще пять лет. Пять лет я уже задавала маме вопросы. Мама, а если вечная жизнь? Неужели мы умрем, и ничего после нас не останется? Мама моя была атеистка и сказала, да. У меня уже какое-то детское какое-то было депрессивное, можно сказать, состояние. Потому что осознавать то, что человек бессмысленно умирает, это больно. Моя мама по профессии медсестра в театре. И она, не знаю почему так в то время, так и отнеслась к моему вопросу. Но Бог создал жизнь многообразной. Поэтому человеческое сердце, оно настолько не находится в поисках Бога. Потому что занято своими делами. Ответственная работа, дети, быт. Все это занимает время и мысль. Конечно, первобытный строй. Люди искали Бога. Люди, многие искали истину. У них были страхи. Было желание защититься. Но с развитием общества, люди уже как бы с развитием цивилизации, люди отдаляются от Бога. И сейчас отдаляются. Чем больше технический прогресс, тем люди отдаляются от Бога. Тем меньше они его ищут. И стыдно, конечно, что когда беда наступает, люди начинают молиться. Должно быть стыдно. Я бы желала, чтобы люди приходили к Богу по любви. В знак благодарности. Это было бы справедливо и честно. От этого было бы счастье. Я сегодня расстроена опять. Потому что смотрю свои видео последнее. Мужик и лошадь. Там опять кто-то уродует мое лицо. Когда я говорю такие важные вещи об Иисусе. Мне обидно и больно. Кому-то нужно таким заниматься. Не знаю. Конечно, это не может радовать. Поэтому я сегодня выставила свою картину очередной. Открою немножко кнопку, чтобы солнышко было. Пусть будет свет. Будет свет, как это звание моего канала. Дальше. Что я хочу сказать. Я хочу сказать о том, что церковь разваливается. Вот та церковь, куда я пришла. Я уже была, конечно, в Господе. Сестра моя пришла туда в церковь. Она сначала хотела уйти, кстати. Я ее удержала. Соблазнялась о том, потому что в церкви была музыка и танцы. Меня в церкви выгнали за инкарнацию, я же говорила. Так вот, читаю сегодня Иеремия, 23 глава. Горе пастырям, которые губит и разгоняет овец паства моей, говорит Господь. «Посему так говорит Господь Бог Израилю к пастырям, посущим народным. Вы рассеяли овец моих и разогнали их, и не смотрели за ними. Вот я накажу вас за злые деяния ваши, говорит Господь. И соберу остаток стада моего из всех стран, куда я изгнал их, и возвращу их во дворы их, и будут плодиться и размножаться. И поставлю над ними пастырей, которые будут пасти их, и они уже не будут бояться и пугаться, и не будут теряться, говорит Господь. «Вот наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. Во дни его Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно, и вот имя его, которое будут называть его Господь, оправдание наше. Посему вот наступают дни, говорит Господь, когда уже не будет говорить, жив Господь, который вывел сыновь Израилева из земли египетской, но жив Господь, который вывел и который привел племя дома Израилева из земли северной, из всех земель, куда я изгнал их, и будут жить на земле своей». Ну тут, конечно, речь идет об Израиле. Но я уже говорила, что мы воспринимаем Израиль, это как церковь. Потому что уже Бога нет ни язычников, ни еленов, ни людей. Они для Бога все едины, люди Божьи все едины. Поэтому уже, когда мы читаем пророков, мы будем обращать внимание на слово Израиль, как слово, которое ассоциируется с церковью, с людьми Божьими, с детьми Божьими. Конечно, Господь плачет о том, что недостойные возглавляют церковь и называют себя пастырями. Ну вот вчера я посмотрела слово девочки, которую Бог, еще маленькую, ну сколько там, на 12, ей показал ад. Она 21 час вроде была без сознания. Мама христианка рассказывает, что дочка была без сознания. Вот. И Бог показал ад. Ей было страшно, и она чувствовала этот огонь. Бог показывал души, которые там пребывают. И показал того, на которого молились многие, который ездил по всему миру и что-то рассказывал. Это Папа Римский, Иоанн Павел II. И она спрашивает девочка, а что же произошло, почему он в аду? А он говорит. Он показал. И он ничего не говорил. Он просто показал, как экран появился, и он показал, как этот человек берет деньги, как этот человек ведет распутный образ жизни, что женщины монахини с ним обращаются. Вот какую жизнь ведет церковь. В мире не так люди себя ведут, как в церкви. Что они себе позволяют? Я не говорю, что в мире не ведут. Конечно, в мире ведется разврат. Но многие семьи живут благочестиво. Так вот, все-таки мы ищем Бога и ищем, что же будет происходить на земле. Кстати, тема пастырей и тема пророков. Можно так разделить на два лагеря верующих. Есть пастыря, которые называют себя пастырями, служителями, которые возглавляют церковь, занимают какие-то должности в церкви. Есть пророки, и они себя и называют, любят называть пророками. Очень. Занимать должность в церкви, еще называть пророками. Но Бог так не создавал. Бог бы хотел, чтобы... Так как Адам и Ева согрешили, то значит, любой человек на земле может соблазниться и быть неугодным Богу. Поэтому и даже священники, которые должны жертвовать для Бога временем, они занимаются другими делами. И не молятся за грехи народа, к сожалению. Уже пророки молятся за грехи народа. Люди, которые не занимают должности в церкви, они много жертвуют времени. Бог их ведет. Мою сестру, например, она говорит, она встает и молится. Это не случайно. У меня тоже сна... Я уже рассказывала, что в долгий период времени я до четырех часов бодрствовала для Бога. И это тоже я понимаю, что за грехи народа, чтобы люди могли жить. Потому что законы духовные работают. Люди умирают. И, к сожалению, еще и несут бремя непонятно чем. Не всегда за свои грехи отвечают. Может, за грехи прошлых жизней. Так что Бог делает на земле? Кстати, Он осуждает и пророков в этой же главе, Иеремии 23 глава. Тоже. Можете почитать там до конца. Так что делает Бог на земле? Смотрите, у нас есть обетование. Очень интересное. Всем известное заповеди блаженства. Уже у нас блаженство ассоциируется с сумасшедшими. Что блаженница, люди не с полнорозом, но человек в этой петрушке. Ну, к сожалению, действительно иногда сделаешь что-то такое, что люди удивляются. Как ты могла это сделать? Как ты могла, наверное, ради Бога там деньги одолжить огромную сумму? Вот у меня такое тоже есть. Вот. И написано в Матфея 5 глава 5 стих. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. То есть есть такое понятие наследовать землю. И, возможно, это обетование Божие. Блаженны изгнанные за правду и по их царству небесное. Так где мы будем проводить вечность? Ну, то, что я говорю о тысячелетнем царстве, люди некоторые там учат, что тысячелетнее царство сейчас заканчивается и начнутся суды Божии. Вот оно, наконец, скоро Иисус придёт. Так вот, ещё в 2000 году я была на проповеди. Я могу вспомнить, может, немножко раньше. И в своей Евангелии, я вчера показывала Евангелие, я записала, что Иисус пришёл. Иисус уже пришёл. Да. Ну, вот видите, не даёт мне Бог молчать. Не даёт. Я хотела отдохнуть. Я уже заявляла, что я буду выходить в эфир через месяц. Но мне он не даёт и молкать. И смотрю другим тоже. Ну, просто говорит. Говори, говори. Говори людям. И всё. Не только мне. Иеремия, 25 глава, 5-6 стих. Вот люди спрашивают, что нужно делать, чтобы спастись? Что нужно делать, чтобы продлить жизнь на земле? Вот через пророка Господь говорит. Вам говорили. Обратитесь каждый от злого пути своего и от злых дел своих. И живите на земле, которую Господь дал вам и отцам вашим из века в век. И не ходите во след иных богов, чтобы служить им и поклоняться им. Не прогневляйте мне делами рук своих и не сделай вам зла. Вот это обетование. Я думаю, что это то, что может продлить людям жизнь на земле. Ну, сегодня я всё же сказала. Будьте благословены. Любите Бога, как Он вас. Спасибо.